Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами, охрана природы и окружающей среды. Это и ряд других вопросов обсуждались на встрече главы МРИЛ Александра Евстифеева с Марийским межрайонным природоохранным прокурором. Алексей Киселев доложил руководителю региона, что в городах республики ситуация стабильна. Региональный оператор провел частичную модернизацию материально-технической базы. В частности, приобретены новые мусоровозы, а также большое количество пластиковых контейнеров для сбора мусора. Вместе с тем есть и объективные трудности. В отдельных районах республики фиксируем мы, скажем так, некоторые недостатки в организации работы. Назовите эти районы. Последняя встреча была 24 февраля. Я выезжал в поселок Параньга. Проводили мы встречу с главами сельских поселений. Личный прием граждан проводил. В основном проблемы вызваны техническими сбоями. Самая распространенная проблема – это неточности в квитанциях выставляемых вызовов с ТКО. В частности, речь идет о количестве зарегистрированных граждан. Также встречаются факты выставления квитанции на оплату услуг ТКО собственникам земельных участков, гаражей, иных нежилых помещений, что законом не допускается. Региональному оператору рекомендовано увеличить свое представительство в районных центрах и более качественно решать вопросы технического характера. Отдельно встал вопрос о периодичности вывоза мусора в небольших населенных пунктах и начислении платы за оказание услуг, в качестве которых приходится усомниться. Выявляются факты, когда фактически с территории населенного пункта мусор вывозится один раз в месяц. То есть один раз в месяц приходит транспорт, это так называемый помешковый сбор. Граждане выходят, скидывают этот мусор в прицеп, допустим, тракторную тележку. А целый месяц должны копить у себя? Большой вопрос вызывает обоснованность выставления в данном случае счетов на оплату услуг в сфере ТКО. Обращения с граждан получены, принятые в производство правоохранной прокуратуры. Мы здесь отреагируем и информацию подробно представим, как была изменена ситуация. Но вот на мой взгляд, просто необходим определение некого стандарта оказания услуги, после которой мы можем сказать, что услуга гражданину оказана и он должен заплатить, соответственно, по установленному тарифу. Но до этого, конечно, периодичность вывоза один раз в месяц, она неприемлемая. В адрес природоохранного прокурора направлен проект решения об организации работы регионального оператора по второй зоне. Пока эта работа не проведена, и природоохранная прокуратура должна помочь в ее организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова